Благодаря Богу, братья и сестры, мы еще послушаем Божье Слово. И так хорошо, когда пели сестры Псалом на небе, ответили по старше возрастам, потому что мы понимаем, что для нас этот день ближе, он наступит, но каждый из нас должен готовиться в небо. И покуда мы идем по этой жизненной дороге, мы встречаем здесь, как и было в стихотворении, уныние, но Божье Слово нам говорит, что унываешь, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я еще буду славить Бога моего, спасителя моего. То есть Бог нам говорит, чтобы мы уповали на Господа, чтобы пришел этот Божий мир в наши сердца, и мы другим людям понесли этот мир. И, конечно, в наше время тихое, мирное, когда мы еще вот так собираемся на служении, хотим слушать Божье Слово и желаем Его напитаться, это будет нашим миром, это нашим будет упованием на Господа, это наше будет укреплением на Господа. И вот тогда Господь нас будет поддерживать, нести и вести за руку Свою, но если мы будем Ему послушны. Я сегодня буду читать место Писания, Римлянам 12 глава. Вот. И тема моей проповеди будет называться «Мое или Твое служение?» или «Мое служение пред Господом». Сначала, с первого стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учите ли в учении, увещате ли – увещевай, раздавате ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворите ли – благотвори с радушием, любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилипляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Вот этот тревог местописания, который запечатлел Дух Святой через апостола Павла написать, братья и сестры, для всех нас, чтобы мы сквозь века читали, вникали в это Слово Божие и имели назидание. Все послание к римлянам, то есть к людям верующим, которые находились в Риме, апостол Павел написал, так как он был проповедник и апостол язычников, он написал вот им вот это увещание или вот это самое такое сильное, я бы сказал, богословское учение именно послание к римлянам, потому что, прочитавшие вот это послание, мы для человека здесь достаточно, чтобы уверовать в Господа и Иисуса Христа. Есть такая брошюрка, как она называлась раньше, «Римская дорога». И раньше такое было, или сейчас выражение, что все дороги ведут в Рим. На то время Римская империя, которая была сильная, могущественная вот эта империя, были построены хорошие дороги, и поэтому вот эти все дороги к Крыму, они были настолько хорошими, что вот появилось вот это высказывание, что все дороги ведут в Рим. Я по-другому скажу, и хочу вам напомнить, те места, та Писания, где вот эта Римская дорога, где места Писания есть, я прочитаю, они доведут нас в небо, или человека доведут в небо, где Павел раскрывает вот это послание к Крымлянам всю сущность того, что человек согрешил и лишен Божьей славы. Если вот взять вначале, так коротко взять, вот эти места Писания напомнить, это в третьей главе Крымлянного написано так, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Это первое. Второе, то, что раз человек согрешил и в шестой главе двадцать третьим стихом вот что написано, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Следующее. Десятая главе. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». И пятое, в этой же главе десятое, тринадцатый стих, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И вот здесь Павел раскрывает вот эти глубокие темы, что человек грешен, что человеку нужно покаяние, что человеку нужно примирение с Господом, и человек таким образом обретает жизнь вечную. И здесь же он описывает, что мы умерли уже для греха, раз уверовали с Господом в предыдущих главах. А здесь уже в конце, в двенадцатой главе, мы должны предоставить свои тела, свою жизнь, полностью посвятить для Господа. И вот в этом первом стихе он говорит, что «Я умоляю вас, братья, я умоляю вас, те люди, которые уверовали в Господа, чтобы что сделали? Ради милости Божьей представить тела ваши в жертву святую». Конечно, он там писал в Кремле нам вот в предыдущих главах, что мы уже умерли для греха, и теперь уже живем для Господа. Мы понимаем, что жертва, которая в Ветхом Завете была, проносилась Господу, жертва благодарения, жертва повинности, жертва за грех, мы понимаем, что само слово «жертва» – это человек, оно уже не твое, оно принадлежит Господу, и эта жертва, она была предназначена для заклания. Конечно, были и другие жертвы, которые проносились в Храм Божий, и это было как посвящение для Господа. И вот Бог нам говорит сегодня, чтобы мы, видите, умоляет нас через апостола Павла, чтобы мы свои тела, свою жизнь отдали как жертву. Мы уже не свои, как написано в Библии, вы уже не свои. Мы отдали свою жизнь для Господа, чтобы нам служить Ему чистой и доброй совестью. Это мы однажды пообещали, когда мы принимали водное крещение. Каждый из нас говорил, Господи, я обещаю Тебе служить чистой и доброй совести. Но иногда на протяжении нашей жизни мы иногда где-то падаем, иногда служение, которое мы несем или мы делаем что-то для Господа, возможно, приписываем какую-то, как будто заслугу себе. Но нет. Писание нам говорит, чтобы мы предоставили себя Богу в жертву. Какую жертву? Святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. Чтобы это служение было правильным, разумным служением. Потому что здесь дача продолжает для каждого из нас, чтобы это служение было разумным, нам не нужно сообразовываться с этим миром. Мир, который, возможно, он настолько влияет, когда мы находимся вне служения, когда мы находимся где-то на учебе, где-то на работе, где-то дома, где-то в обществе, он привносит какие-то, то есть, вносит на нашу жизнь, на нашу душу, на наш разум какие-то влияния, то ли информация, то ли мода, то ли какие-то другие действия, которые противны Господу. Поэтому он говорит здесь, чтобы мы преобразовывались обновлением нашего ума. Как мы можем преобразовать наш ум? Это, конечно же, через чтение Божьего Слова. Потому что написано в Библии так, что «Слово Твое есть светильник ноге моей и свет стезе моей. Оно нам светит, освещает нам путь. То есть, как нам поступить, как нам правильно действовать». И поэтому вот здесь дальше он говорит, что есть познавать в этом, какая воля Божия благая, угодная и совершенная. И вот, когда мы служим Господу, и дальше я буду продолжать, наверное, местописание по стихам, что он говорит, нам нужно вот к чему. Не думать о себе более, нежели должно думать. То есть, предоставив себя Господу, служа Ему, неся какое-то служение, не обязательно быть здесь на виду, чтобы в церкви, чтобы каждый нас где-то кого-то видел. У каждого разное служение. И поэтому есть незаметное служение в Доме Божьем, есть незаметное служение в церкви, где благословены эти люди пасторам, епископам, и они несут это служение, они в этом имеют благословение. И вот здесь он говорит, чтобы в этом неся это служение, вы не думали о себе более, нежели должно думать, но скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Потому что выше нашей веры Бог нам дал эту меру веры, чтобы мы действовали, чтобы мы служили, чтобы мы молились или читали стихотворения по нашей, по мере веры. Потому что сверх веры, которую Бог уделил, мы не сможем что-либо сделать, и это будет просто человеческое действие или человеческое, на человеческом уровне какое-то служение. Далее, ибо как в одном теле, здесь он говорит, что в церкви, то есть церковь подобна телу, нашему телу. У нас есть члены тела, руки, ноги, глаза, то есть мы это все видим, слышим. То же самое церковь Божия является телом его, телом Иисуса Христа. И вот как в церкви церковь есть тело, есть различные дарования у человека. Бог наделяет этими способностями, этими ценностями духовными, когда человек, тем более мы много знаем и видим, когда человек уверовал, то Бог открывает, как будто источник открывается в нем петь, составлять стихи или возможно делать, настолько благотворительные дела делать, что он готов отдать самого себя, то есть именно вот здесь, как и написано, что человек отдает себя в жертву для Господа. И вот, что он даже говорит, по данной, он говорит, что нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Да, дар пророчества – это Господний дар, который Бог наделяет определенных людей в церкви. И то, он говорит, что здесь нужно также пророчествовать по мере веры. Это определенные люди, избранные Господом, чтобы возвещать, увещевать церковь, назидать церковь. И поэтому Господь говорит, что по мере веры пророчествуй. То есть говори, увещевай, назидай церковь Божию, когда это к тебе касается Дух Святой, и ты наполняешься вот этим словом от Господа, что нужно передать Господу. Дальше он говорит, что имеешь ли служение, пребывай в служении. Я здесь немножко хочу остановиться, что служение, которое бывает для нас, я говорю, разное. То служение, которое несет человек, который делает доброе дело, где-то посещает больных, где-то делает доброе дело, он заботится о нищих, заботится о тех, которые нуждаются в его помощи, которые скорбят, которые нуждаются, чтобы чем-то помогли. Вот это служение, оно и есть для таковых людей. Не каждый может нести вот это служение, служение, которое Бог здесь определяет для определенных людей. Дальше учитель или в учении пребывай. Если ты имеешь дар учительства, конечно же, мы вот, мы видели в начале служения, когда выходили наши сестры, наши братья и дети, дар учительства, это, конечно же, особый дар, то есть, где люди стараются, где они познают Слово Божие, они вникают в Слово Божие, чтобы передать это детям. И то же самое учителя-проповедники, возможно, то есть, те, которые также учат народ Божий, это дар учительства, чтобы рассказать людям вот эти истины, доктрины Библии, чтобы людей утвердить, чтобы людей укрепить, чтобы они поднимались, чтобы они укреплялись, чтобы это было назидание для каждого. И это чувствуется тогда, мы видим таковых людей, то есть, что они учат народ Божий. Народ Божий. Дальше увещеватели, увещевай. То есть, люди, которые Бог наделяет такой способностью, чтобы сказать такое, возможно, ласковое слово, доброе слово, назидательное слово, чтобы поддержать человека, когда он падает, когда он, возможно, он слабый еще в вере, когда он малодушенствует, когда он идет за Господом, и его этого не хватает. Где взять вот такого человека, который бы мог увещевать? То есть, проводить время с таковым человеком, дома ли, где-то в беседе, где-то вот так настолько с ним молясь, служа Господу. И таким образом этот дар увещевания не у каждого он есть. Поэтому не каждый из нас должен браться то, что мы не сможем понести пред Господом. Раздаватель, раздавай простоте. Раздаватель, я думаю, что тут каждый из нас может употребить себя в раздавании чего? То, что мы имеем в своих домах, то, что мы имеем на своих, возможно, огородах, в наших семьях, мы можем поделиться с любым, или не нужно с любым, а вот с тем человеком, который нуждается в том, чем мы могли бы поделиться. То есть, Бог нас призывает, вот Павел призывает людей, чтобы они служили то, что у них есть. Не нужно служить тем, то, что у тебя нету. Один служит одним, другой другим, а третий третьим. То есть, вот этими, то, что у тебя есть, раздавай именно в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Это, конечно, больше всего подходит к тем людям, которые начальствуют, возможно, управляют Церковью Божией, пасторам. Это для них вот такое касается. Те, которые главенствуют в Церкви, я имею в виду, чтобы управлять правильно всем, вот этим, даже нашим домом молитвы, даже те, которые люди занимаются теми делами по управлению, как оплатить счета, как сделать то или другое. То есть, именно быть в правильном таком состоянии, что я могу иметь этот дар, правильно подсказать, правильно повести народ Божий в правильном и в духовном состоянии, не только в обвиненных таких случаях жизни. благотворительный, благотвори стародушием. То есть, делая добро, мы должны, и мы сами знаем, когда мы делаем добро, мы делаем, и когда у нас на сердце радость, то мы правильно делаем. Когда мы сделали добро, и у нас какой-то негатив остался, то мы что-то неправильно делаем. То есть лучше бы оно мне осталось бы, если мы что-то отдали, если мы что-то поделились. Но когда мы поделились, сделали человеку добро, когда он в скорби, когда он в печали, когда он нуждался в этом, и на сердце радость, то мы правильно это делаем. То есть мы правильно служим Господу. И дальше. Заканчивается это все тем, служение, служение я, вот эти, которые перечислил апостол Павел, что любовь да будет непритворна во всем этом. И мы знаем другое место Писания, что когда мы имеем все, мы знаем много чего, Бог нам даровал то и другое, и много каких-то послал своих вот таких дарований, то если это делается без любви, мы читаем, то нет мне в этом Библии написано никакой пользы. Даже если мы отдадим Библии написано, что и тело свое на осожжение, мне нет в этом никакой пользы. Поэтому вот эта любовь, когда делая и служа Господу, она должна быть непритворной. То есть правильных взаимоотношений с Господом. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте ботолюбивы друг к другу с нежностью, почтительности друг друга, предупреждайте. То есть нужно, обходясь, служа Господу, видите, нужно обходиться друг с другом с нежностью. Ну, казалось бы, ну как можно брат братом с нежностью обходиться? То есть обходиться брат или сестра, да независимо с кем угодно, чтобы человека не ранить, чтобы человеку не обидеть. То есть вот это имеется в виду, это не та нежность, которую нужно, когда человек грешит, ему нужно высказать, почему ты, брат, грешишь, почему ты, сестра, грешишь. То есть и здесь подойти таким образом, чтобы увещевать таковых людей или такового человека, если такое случается в жизни. Видите, в почтительности друг друга предупреждайте. То есть почитайте друг друга высшим себя, в другом месте Писание говорит. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Вот главное то, что не нужно ослабевать. Не нужно ослабевать и дальше продолжать служить Господу, потому что в этом и есть наше ревностное служение пред Господом. Мы знаем об Иисусе Христе, что Он сказал, «Я пришел не для того, чтобы мне послужили, но чтобы я послужил». Послужить и душу свою отдать для искупления многих. То есть наша жизнь, мы уже должны жить не для себя, но для других. То есть таким образом предоставляя свое тело, свою жизнь, свои дарования, свои способности для Господа. Потому что Бог нам даровал все необходимое для жизни и благочестия. И поэтому Христос ведь сказал, что «Я пришел для того, чтобы послужить и душу свою отдать, то есть жизнь свою отдать». И наша жизнь, в конце концов, она будет изменена настолько, насколько мы будем приближаться к Господу в своих молитвах, в защитении Слова Божьем, за тем, что мы будем делать дело Божье. Она будет преображаться, когда мы будем делать добро, когда мы будем служить друг другу тем даром, какой получили. В другом месте написано, это как Петра. Служите друг другу тем даром, какой получили. То есть то, что есть, то, что отдай, и то, что ты можешь поделиться. Подобно притча, которая написана в Библии. Помните, чтобы мы были подобны тем людям, которые управитель дал в управлении пять талантов, два таланта, один талант. То есть это способности человека, которые он должен был употребить за всю свою жизнь с усердием, со всем своим, ну, дерзновением. И когда Господь вернется, то он, конечно же, похвалит того, кто употребил. На пять талантов дал, пять и пять приобрел. Два таланта дал Господь. То есть вот эти способности человека, служа пред Господом, с тебя Бог едва потребует. То есть, и мы можем это отдать. А кто один, видите, вот тот человек взял, который один талант, и не принес ничего. То есть, вот Господь, возьми то, что ты мне дал. Он сказал, лукавый раб и ленивый раб. То есть, ленность пред Господом, не делая ни ничего. То есть, когда ты получил спасение, получил вот это убого прощение, и не делать ничего, это является пред Господом, даже, я бы сказал, грехом. Ленность – это грех. Потому что ленность погружает, сонливость, и там Библия написана, что настолько руки опускаются у такого человека, что он может и остаться без куска хлеба. Но на самом деле, мы, служа Господу, таким образом, отдавая себя, свою жизнь, то, что у нас есть, то, что мы можем поделиться, Бог нас однажды похвалит, когда придет за нами. Но служа здесь, мы будем и служить там, в небе. Так написано там в Откровении. Помните, тех людей, которые были, и Иоанн увидел, они были на небе, и он спрашивает, Господи, то есть, а кто такие это? Это те, которые Богу служат день и ночь. То есть, люди в небесах служат Господу. Что, и как они служат? Они служат Господу благодарением, хвалением, поклонением Его великого, святого имени, потому что Он их спас, потому что нас Господь спас, и мы здесь служим Господу, но мы здесь служим Господу, чтобы потрудиться и предлагаем всякие усилия, а в небесах мы будем Господу служить от того, что, от этой хвалы, от этой благодарности и почтения Господу, что Он настолько великий, что мы достигли этого неба, и мы будем вечно Его славить. И поэтому в Ветхом Завете и в Новом Завете все люди, которые служили Господу, Господь их поддерживал, Господь их укреплял, но в Ветхом Завете, чтобы получить служение, я возвращусь немножко назад, чтобы Моисеев, допустим, взять, он 40 лет пас овец, то есть Бог его готовил к этому служению, только потом он уже был тем ведущим Божий народ. Иисус Навин учился возле Моисея. Он тоже был 40 лет, когда Моисей уже ушел, Иисус Навин вел Божий народ. То есть нужно было вот эти длинные месяца, годы провести в учебе, чтобы впоследствии нужно было доверить людей вот этих всех, вот этим людям, Моисею, Иисусу Навину, или вот если Бог дает это служение пророка, пророк Исаия, пророк Иеремия, другие пророки, Бог их избирал на служение, но они были полностью должны были служить Ему и передать те слова, которые Бог влагал в их сердца, чтобы передать вот этим народу. И другие пророки по Библию, пророк Илья, он передал свое служение Елисею, то есть Елисей учился у пророка Ильи. И таким образом, то есть тот человек, который Богу служит, это правильно, когда он желает, и Бог этого желает, чтобы это служение, которое было на нем, передать другому человеку, чтобы он это нес служение в дальнейшем. Возьмем Новый Завет, допустим, Иисус Христос посылал людей всегда по два, чтобы они служили, чтобы они благовествовали, чтобы они исцеляли людей, воскрешали мертвых, бесов изгоняли. Почему? Он не послал их по одному, чтобы не было, вот я пошел, и через меня там человек исцелился, вот я пошел, помолился, бес вышел. То есть именно нужно было двоем, чтобы не было вот этого присвоения какой-то даже Божьей славы. Но когда люди вдвоем, когда люди в обществе и когда люди в церкви находятся и молятся и поддерживают друг друга и вот это служение, которое и есть в церкви, то мы являемся вот этим единым организмом, телом Божьим, когда мы служим друг другу, то есть поддерживая и молясь друг за друга. Мы вспоминаем Анна, пророчица, которая была также в храме. Она служила Господу, написано в Библии, день и ночь. То есть насколько она могла, она пребывала в молитвах. Вот это служение даже молитвенника, служение проповедника или служение другого человека, который, это есть труд пред Господом и это нужно отдать себя, чтобы Бог мог действовать через себя и для других это была польза. Иисус Навин говорил однажды, вы изберите кому служить, а я и дом мой будем служить Господу. Но вот там Он говорил, я прочитал это место Писания, как нужно служить Господу. Иисус Навин 24 глава 14-15 стих. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отверните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Вот здесь, что Он провозглашает. Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Вот служение пред Господом – чистота. Тогда Бог такую жертву принимает, такие дела Бог принимает, искренность сердца. И в Псалмах написано, во втором Псалме, какое служение пред Богом нужно, наше служение. Второй Псалом 11-й стих. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Видите, насколько нам нужно служить Господу со страхом, радоваться с трепетом, потому что 12-й стих говорит, почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженный все уповающий на Него. То есть почитание Божьего Сына, служение пред Господом, и мы служим Господу, но в то же время мы служим это как? Людям, потому что один человек подошел к Иисусу Христу, сказал, какие слова, что мне делать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он сказал ему, иди то, что ты имеешь, раздай, продай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. То есть что мне нужно делать доброго? Когда я буду делать доброе в чистоте и искренности, это и будет мое служение. Подметать ли, убирать ли, мыть ли что-либо в Доме Божьем или в семье, то есть это и есть служение пред Господом, когда мы делаем это в чистоте и в любви Божьей. И в Луки, еще прочитаю, 8-3, когда женщины следовали за Христом, то здесь написано в Библии и так, они служили всем своим имением, здесь даже имена их написаны. В Луке 8 «После сего Он, то есть Иисус Христос, проходил по городам и селениям, проповедуя благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которые Он исцелил от злых духов и болезней». И вот перечисляется «Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Иисус Анна и многие другие, которые служили Ему имением своим». Вот эти женщины, кроме апостолов, которые были со Христом, они служили Иисусу Христу своим имением. Ну, какое у них там было имение? То, что могли, наверное, с пищи приносили, то, что давали для этих учеников, для людей, но они служили написано в Библии Ему, Иисусу Христу. Они Ему служили, то есть послужили святым. И апостол Павел пишет филиппийцам, чтобы люди, ну, вот так он написал вот здесь, филиппийцам, 4 глава, что он получал от людей, чем они жертвовали. Потому что многие люди тогда нуждались в деньгах, в пище. И вот он говорил так, 4, 18. Я получил все и избыточествую, я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Вот здесь Павел Филиппийцам написал, что я получил от вас, как благовонную жертву, то есть, вот это то, что вы дали, чтобы другие люди могли пользоваться, то, что вы собрали какие-то средства на помощь другим святым. Вот я доволен, я избыточествую. То есть, вот в этом и есть наше участие для друга, когда мы собираем вот эти даже пожертвования, которые мы имеем. Мы помогаем, церковь помогает тем нуждающимся в этом, кроме того, что есть и другие на это нужды. Я прочитаю еще откровение, 2,19 там написано, что Бог, Иисус Хистос, знает все, что мы делаем на этой земле. И вот он это во второй главе говорит так, 2,19 «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попуская жене и завели, называющей себя пророчествою, учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть доложертвенные». До этого места. Вот Бог говорит, «Я знаю твою любовь, я знаю твои дела, я знаю твое служение, я знаю все о нас». Бог говорит, но вот здесь есть одно «но», чтобы то, что последние дела твои больше первых, даже то, что последние дела, но имею против тебя, что ты попускаешь жене и завели, это именно говорится о том, что неправильное учение было в этой церкви, неправильное учение, и ты попускаешь учить других людей, и это неугодно Господу, но Бог, братья и сестры, знает наше служение, как мы служим, чем мы служим, как мы можем послужить, и для этого Он приготовил нам вот это все потребное и нужное для жизни и благочестия, и духовное, и материальное, мы живы, мы здоровы, Бог допускает иногда вот эти немощи, болезни, чтобы мы задумались иногда, как мы служим Ему в чистоте или искренности, правильно ли перед Господом, или нет, и все это Бог нам говорит, чтобы мы отдали себя для служения Ему, как Он это сделал для послужить для других, так и мы должны это сделать, послужить людям и служить, служа людям, мы таким образом служим Богу, поэтому, братья и сестры, мы уже будем заканчивать наше служение, пусть это Божье Слово, оно останется в ваших сердцах, что нам нужно служить в благоговении, в страхе Божьем, в трепете, в чистоте, искренности сердца нашего, и тогда будет Бог к нам благоволит, и мы будем в этом небесном царстве, мы и там будем радоваться, мы и там будем служить Ему, поэтому давайте уже поднимемся на ноги, мы будем молиться, совершать молитву благодарности за это служение, может быть, какие есть нужды, но прежде чем наших нужд, возможно, кто-то есть на этом служении сегодня и желает отдать свою жизнь для Господа, чтобы делать доброе дело, чтобы служить Ему, то, что у Него есть, то, что Он еще никогда этого не делал пред Господом, но вначале нужно это найти вот эту римскую дорогу, то есть найти это место Писания, что я грешен, я нуждаюсь в Божьей милости, в Божьем прощении, я хочу следовать за Ним, я хочу идти за Ним, я хочу Его исповедовать моим спасителем и потом уже делать, Господи, Твои дела. Если у вас таковы, кто-то здесь есть на этом богослужении, что желает именно уже не служить дьяволу, а служить Господу, отдать свою жизнь для Господа, пожалуйста, можете поднять руку свою или выйти на это место вперед, Церковь Божья помолится, поблагодарит Господа, что есть такие или есть ли ваше решение за каждым из нас, вы думайте, а мы пока прочитаем записку и вы скажете нужды, за которых мы помолимся сегодня. Прошу помолиться за внука Пашу, за исцеление, а также за мой дом и за призыв к покаянию. Сестра Надя, будем молиться, сестра Надя, за вашего внука, за исцеление, за помощь, то, чтобы Бог помог и внуку, и детям. Я знаю, что вот эта нужда о призыве, она, наверное, у каждого есть, чтобы Бог помиловал наших родных, Бог помиловал наших близких, знакомых, чтобы Он их призвал, чтобы они также радовались в Господе. Скажите еще, какие нужды есть? Тоже за внучку, да? Будем молиться. На призыве, да, будем молиться. Кому она нужна за призыв? Да, слава тебе, Господи, помоги, что у нас еще есть время молиться, то есть я говорю, что мы можем помолиться за призыв, за исцеление, о пробуждении нашей, нашей, да, страны, семей, прежде всего, чтобы Бог возвратил их на этот новый путь, на счастливый путь, следуя за Господом. Какие еще? Хорошо, тогда давайте будем молиться, воззовем Господу и поблагодарим Бога за это служение. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Дух Святой! Мы благодарны тебе, мой Иисус! Мы благодарны тебе, наш Господь, что мы могли сегодня ослушать Слово Твое, питаться от...